В Подмосковье стартовал проект поликлиника-перезагрузка. Он позволяет сделать медучреждения более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. Какие изменения произошли в Звенигородской поликлинике? Какие планы ставят в новом году? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим с заведующей Анастасией Павловой. Здравствуйте, Анастасия Александровна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что поменялось в рамках проекта перезагрузка поликлиника и какие изменения произошли? Могу вам сказать, что этот проект стартовал не только в 2023, а взял свое начало уже в 2022 году. И наша поликлиника была одной из первых в Одинцовской областной больнице, которая в нем участвовала. Это позволило нам и, я думаю, жителям взглянуть немного с другой стороны на поликлинику и на ту помощь, которая оказывается именно в ней. В рамках проекта произошло несколько изменений. И я думаю, что изначально, наверное, самое заметное для наших жителей – это была именно навигация. Теперь она стала намного удобнее, информативнее. И каждый пациент и житель может прийти и сориентироваться на месте уже довольно-таки спокойно и быстро, потому что достаточно удобно обозначено для наших пациентов. Также в рамках этого проекта мы пересмотрели, скажем так, дислокацию некоторых кабинетов. Что-то мы поменяли местами. Наверное, в первое время было это немного непривычно. Но сейчас, уже в 2023 году, можно с уверенностью сказать, что проект пользуется, так скажем, успехом. И мы надеемся, что дальше будем становиться только лучше. Известно, что в Савинской Слободе открылся новый офис врача общей практики. А можно как-то поподробнее узнать, что это вообще за офис? Как изменился, может быть, прием из-за этого пациентов? Да, конечно. У нас открылся новый офис врача общей практики в Савинской Слободе. Это связано именно с программой губернатора, так скажем, благодаря ему построили новый офис, который стал удобен не только для пациентов, но и также для сотрудника этого данного офиса. Врач общей практики занимается приемом не только взрослого, но и детского населения. А именно то, что в его офисе находится, помимо кабинетов приема, а также каких-либо процедурных кабинетов, еще и его место жительства, можно так сказать, что позволяет оказывать медицинскую помощь в условиях 24 на 7, если действительно какая-то экстренная ситуация. Офис врача общей практики оснащен также какими-то диагностическими обследованиями, допустим, те же самые, ну, снятие электрокардиограммы, взятие анализов, все это возможно в нашем офисе. А насколько это помогло пациентам? То есть до этого, как происходил прием, до того, как появился этот офис? До этого прием происходил, ну, все равно можно сказать, что в этом же селе, так как там, это, сами понимаете, сельский врач, и, соответственно, в любом случае пользуется популярностью. Вот. Но я думаю, что именно само размещение помещение, и именно помещение, оно стало намного более обширным, которое может вместить, так скажем себе, больше людей, которые приходят к врачу на прием. Угу. А есть еще Ершовская амбулатория, в ней произошел ремонт. Скажите тоже, какие изменения почувствовали на себе пациенты? Что там изменилось? Опять же, обращаем внимание, то, что Ершовская амбулатория, скажем так, подтягивается за нашей поликлиникой, и она идет по пятам по проекту перезагрузка. Соответственно, тоже изменилась и входная группа, и внутри, и небольшая облицовка снаружи у Ершовской амбулатории. Также стала удобная навигация, но могу, сбегая вперед, сказать, что это, опять же, не конечные планы, и мы в дальнейшем тоже пересматриваем внутренние изменения. Угу. А как-то поподробнее можно узнать примерно, что за внутренние изменения между пациентом? Ну, это, наверное, опять же, связано именно с кабинетами, ну, такие более технические работы, вот. А косметический ремонт, который произошел в Ершовской амбулатории, он уже на данный момент завершен. Угу. А какие-то планируются изменения в специалистов? Может быть, появятся новые врачи? В 2024 году я действительно очень надеюсь, у нас уже есть такие планы, что у нас планируются выйти узкие специалисты, такие как гастроэнтеролог, вот. И надеюсь, что дополнительно будет также еще один невролог. Угу. А по поводу диспансеризации тоже какие ставите планы в этом году? И, может быть, поподробнее расскажите жителям о том, где можно пройти в Звенигороде диспансеризацию, какими этапами она проходит? Конечно, диспансеризация является неотъемлемой частью нашей медицинской жизни, а также жизни нашего населения. Возвращаясь обратно к проекту поликлиника «Перезагрузка», могу сказать, что в его рамках мы выделили отдельный кабинет, мини-отделение профилактики, где пациенты могут спокойно прийти и пройти диспансеризацию. Диспансеризация происходит в два этапа, и в первый этап входит это обследование, которое, соответственно, возрасту назначается пациенту, и, естественно, консультация врача. У нас это все располагается рядом, то есть пациент заходит, сдает анализы, и далее происходит прием доктора. И второй этап диспансеризации, когда уже после выявления каких-либо отклонений, если они есть в тех или иных показателях или по тем или иным жалобам пациента, мы дали его отправляем на консультацию к более узким специалистам. Узких специалистов у нас в поликлинике, могу сказать, что достаточно. Соответственно, все это происходит в рамках одного нашего подразделения. А чтобы пройти диспансеризацию, пациентам нужно быть прикрепленным к поликлинике, или это может быть любой желающий? Нет, конечно, пациент должен быть обязательно прикреплен к поликлинике, вот, и диспансеризация у нас проходит в первой половине дня. А какие-то ограничения по возрасту есть? Нет, с 18 лет, пожалуйста, любой желающий, опять же, прикрепленный к поликлинике, может прийти. Какие планы ставите себе, если, в общем, на год 2024? На 2024 год у нас большие планы, я думаю, что они не только на 2024, но и в любом случае в дальнейшем. Мы планируем получить новое оборудование. Наша поликлиника очень заждалась, скажем так, нового цифрового рентгенаппарата. И 2024 год обещает нам его поставку. И также мы очень надеемся, что получим снова оборудование. Это МРТ-аппарат, который разгрузит не только наш город, но и, в принципе, Одинцовский городской оборуд, потому что это будет нам только в плюс. Спасибо, что пришли к нам, Анастасия Александровна. Большое спасибо, что пригласили. Будьте здоровы и спасибо, что провели свое время вместе с нами. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok